Итак, сегодня, до того, как мы будем продолжать изучать Мишну, то, что сказал Раби Ишмайен, был задан вопрос, на который я попытаюсь ответить. И я прочитаю вопрос. Тот, кто спрашивает, он говорит так. Мы говорили об оживлении мертвых, то, что происходит после того, как человек завершает свои 120 лет в этом мире. Так вот, задается такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на что надеются души тех, чьи тела утонули или сгорели? Или выставлены на всеобщий показ, например, в мавзолею, куда даже червь не проползет? Значит, вопросы такие на засыпку. Значит, утонули или сгорели? На самом деле, что мы знаем? После того, как душа оставляет тело, по еврейскому закону есть особенная вещь, то, что нужно особенный почет дать умершему. И поэтому у нас в Иерусалиме не оставляют даже на ночь обычно, а хоронят в тот же день, для того, чтобы тело попало в землю. Дальше то, что написано в наших книгах, то, что происходит с телом, и по нашему закону, вы знаете, как в Израиле хоронят. Кладут, одевают тело определенным образом, делают очищение, одевают в особенные одежды, в тахрихин, и кладут в землю. И только со всех сторон покрывают бетонными плитами, то есть с верху и с четырех сторон. А тело само лежит на земле. Для чего? Для того, чтобы тело прошло очищение через то, что червяки... А если в стене... Подождите, сначала это хороший вопрос, только мы сначала говорим про это. Чтобы черви проделали ту работу по очищению. Теперь сначала вопрос, который задали. Что будет с теми, чьи тела утонули или сгорели? И мы понимаем с вами, что это вопрос, к сожалению, актуальный для еврейского народа. То, что мы пережили катастрофу европейского еврейства, когда были убиты и сожжены. И вот на самом деле это вопрос по поводу... Вот об этом мы и говорим. Мы говорим про то, что происходило во время катастрофы. А дальше мы остановимся на том, что происходит сейчас. Так вот. Если как бы... Почему 12 месяцев у нас? За 12 месяцев происходит отделение самого тела, разложение его, отделение от костей. И это у нас через год. И каждый год у нас ёртит. Но первый год – это когда завершился год. И обычно происходит это отделение. Теперь мы... Это, конечно, тема весёлая. Звучит весёлая музыка. Поэтому мы сейчас это можем продолжить. Что же происходит с теми, кто не прошли это очищение в земле? И это те, кто утонули или те, кто были сожжены? И как бы процесс очищением прошёл или нет? Больше того, давайте приведём несколько мест из Талмуда, которые объясняют. Талмуд в трактате «Гитин» говорит такое, что после того, как римляне сожгли храм, тысячи и тысячи евреев были отправлены в Рим, проданы в рабство. И вот описывает Талмуд такой случай, что плыл корабль, и на нём плыло 400 еврейских мальчиков-юношей. И так Талмуд говорит, везли их на позор. Все понимают, о чём идёт речь. И вот они задавали вопрос. Если они бросятся в море и утонут, будет ли у них после оживления из мёртвых или нет? Ведь это, в принципе, по еврейскому закону запрещено человеку распоряжаться своей жизнью. Но в этом случае будет ли у них оживление из мёртвых или нет? И один из взрослых юношей, он привёл строчку, в которой сказано, что Творец, когда будет оживлять, и тех, кого поглотило море. То есть, они придут к оживлению. И они сделали кальвахомер. То есть, из лёгкого случая мы учим про тяжёлый случай. Если девушки, которых везут на позор, это одно, то они имеют на это право. То тем более мы имеем на это право. И они бросили 400 мальчиков, юношей и утонули. Это одно. То, что из тех, кто утонули в море, есть у них оживление из мёртвых. Это первое. Теперь. Тех, кто были сожжены. Как мы знаем, происходит оживление из мёртвых. Есть затылочная косточка луз, которая будет, которая сказана в Талмуде, не сгорает, её нельзя разбить и так далее. И вот из неё будет оживление из мёртвых. Теперь задаётся вопрос, а тех, кого сожгли, где эта косточка? Так. Но что это значит? Какое количество от этой косточки должно быть? Это не сказано. Даже минимальное количество – это тоже. Теперь вы спрашиваете прах. Это то, что эти печи, эти крематории и так далее. И вот на этот вопрос отвечает Рафса Адиагаон. Вы знаете, что были периоды, как делятся периоды наших мудрецов. Сначала это были мудрецы Мишны, Танаим, раби Акиева, раби Меер и все те, кто упоминается в Мишне. Дальше Талмуд, который объясняет то, что сказано в Мишне. Мудрецы Талмуда называются Амураим. Обычно Амора – это буквально можно перевести как переводчик. «Стоял Тана, тот, кто учит, мудрец, а рядом с ним стоял Амора, тот, кто переводил на какой язык, скажите? На какой язык? На каком говорил Тана и на какой язык? Арамейский и иврит. А, так Тана говорил на святом языке, на иврите, скажем. А так как разговорный язык был арамейский, тот, что мы принесли с собой из Вавилона, больше того, тот язык, на котором говорили наши матери, Сараревка, Арахелилея. Откуда они пришли? Оттуда, из Вавилона, из Ирака. То есть, это родительский язык. Наверное, и братцы наши сказали, что Аврам, он один остался, его семья, после того, как было разделение на 70 языков в Вавилонской башне, а он сохранил лошон на кодыш, святой язык. Но на арамейский язык он тоже знал. Это то, что когда мы исполняем заповедь изучения недельной главы Торы, как написано, мы должны дважды прочитать сам текст Торы и один раз на каком языке? На арамейском перевод Ункилоса, потому что он учился у раб Еушо и раб Елиезера, и это восстановил то, что мы получили с горы Синай. Теперь я хочу вам сказать, был ли русский язык? На русском языке дали Тору или нет? Что вы скажете? Сказано так, что написано в Торе, что Моше объяснил Тору беэрэйтеф. Хорошо объяснил. На 70 языках. Так, несомненно, если сейчас мы уже должны говорить Тору на русском языке, без того, что мы её получили, мы не могли бы ничего. Когда я в первый раз ехал в Москву много-много лет тому назад, чтобы преподавать Талмуд на русском языке. Я думал, как это возможно? Это же невозможно. Думаешь ты, даже когда учишь Талмуд только на ивритик, как это вообще перевести, ну, как бы на деревянный язык? Можно ли счётчикам, которые проверяют радиацию, я не знаю, измерить сантиметры? Ну, наверное, тоже можно длину измерить, но это... Так вот, как это на русском языке объяснить Талмуд? Я думал, что это невозможно. Плинги же есть на русском языке. Да как их переводят? Так вот это, вы понимаете, что это непростая вещь. Потому что когда... Почему я сейчас употребляю всё время оживление из мёртвых, а не воскресение из мёртвых. Вы знаете, что было в воскресенье, а не в понедельник. То, что сказки народов мира рассказывают. Вы понимаете? Поэтому весь русский язык, особенно на святую тему, которая говорит, он говорит на христианском языке. Так или нет? Поэтому мы должны приспосабливаться, чтобы перевести это на современный русский язык. Хотя это, конечно, очень трудно. Да. Ну так вернёмся к этому вопросу. Так вот, то, что говорит Саадия Гаон, мы сказали Амураим. После этого был период Савураим. И, наконец-то, Гаоним. Гаоним – это мудрецы Вавилона. Так вот, один из великих мудрецов Вавилона – Саадия Гаон, есть у него книга, которая повлияла на многих мудрецов, на Рамбама очень повлияла. Морен Вуким – путеводитель заблудших во многом был составлен под воздействием Саадии Гаона. Эмунот Ведеот, называется его книга. Веры и… Бавань. Нет. Это вы путаетесь с казунышем. Нет. Веры и знания, скажем так. Так вот, что он объясняет? Каким образом? Ну, это же одна из таких животрепещущих тем, одна из тринадцати основ нашей веры – оживление мёртвых. Так или нет? В конце концов, это должно быть. Как же это будет? Так вот, объясняет Саадия Гаона. Он говорит так. То, что написано в Талмуде, то, что это косточка злуз. А как же произойдёт вот это оживление из мёртвых? И написано так в прямую у Ехескеля в тридцать седьмой главе про то, как Творец ему показал, как собираются кости, как они покрываются плотью, как они покрываются кожей, жилами и так далее. И скажи, оживут ли кости сухие эти или нет, спрашивает Творец. И отвечает пророк Ехескель, Творец ты знаешь. Творец ты знаешь. Ты знаешь. Он не берёт на себя. И тогда Творец говорит пророчеству об этих костях, это весь дом Израиля. И сушены они очень. И говорят, нет у нас никакой надежды. Ну, если представить наше поколение, мы с вами. Мы в детстве в Хедер не ходили. Вы, наверное, в Бейти Абхов тоже не ходили. Наверное, мы учились в других. Спрашивают наших выпускников Ешивы Торат Хаим. А в каком Хедере ты учился? Ну, в каком Хедере он учился? В Хедере Торат Хаим. Так вот, мы с вами тоже в Хедеры не ходили. Значит, с детства нам это… Мы прошли другие, как это Хедеры, скажем так. Да-да. Так вот, это наше поколение, как и сушеные кости. Вы понимаете, что такое? Так вот, про нас говорится. Как же произойдёт вот это оживление? Да. Так вот, объясняет то, что я хочу вам сказать, Садия Гаон. Вы знаете, что есть в природе то, что называется взаимодействие. Как-то умное… Есть слово такое метам… Кто-то знает это умное слово, как одно связано с другим всего? Ох, метаболизм. Умное слово подсказали. Так вот, смотрите. Всё связано со всем. Ну, то есть, мы знаем, например, два вида дождей есть. Есть таль, роса, которая из источника, из высших небес спускается сюда. А есть дождь, да, геши. Что это такое? Испаряется то, что вода, она поднимается. Это тучи, тучи. Точно так же, как гниющие листья, они источник того, что происходит, произрастает что-то, метаболизм в природе. Так вот, он говорит, что то тело, которое прошло разложение и так далее, и так далее. Уже сколько раз это то, что принц Гамлет, который берёт череп Йорика и говорит, сколько ты смеялся, ты, кем ты был, а сейчас ты затычка, я не знаю, где-то. Да, это, вот это метаболизм в природе. Объясняет Садия Гавон. Как произойдёт оживление из мёртвых, что все эти элементы, которые составляли это, то тело, прошло сто лет, тысячу лет, две тысячи лет и так далее, они собираются и строятся заново это тело. Обновлённая душа, это говорит Рамхаль, Рабимуше, Хаим Люцата, которого вы учите, душа, которое прошло очищение там, в духовном мире, оно возвращается в тело и оживляет его. То есть, что получается? Все эти элементы, неважно, какой минимальный элемент из этой косточки луз остался, оживление происходит. И те, кто утонули, и те, кто были сожжены. Теперь, на самом деле, то, что всех нас интересует, а за счёт чего получает питание косточка луз, отвечают наши мудрецы, за счёт четвёртой трапезы в субботу. То, что мы едим в Мелове Малка, три трапезы в субботу, вечером, утром и днём. Теперь, проводы субботы, Мелове Малка, почему-то есть такие люди, которые делают на телат ядайн, едят кусочек хлеба, хотя они пусть субботы вот так сыты. Сказано, что даже третью трапезу человек может выйти, если он съест плод, если он не может, или съест кусочек печенья. Четвёртую трапезу человек, чай попил, всё, иду спать. А есть те, которые делают на телат ядайн. Почему? Они знают, что это даёт питание чему? Косточки луз. Если я вам открываю тайны, так теперь ради этого стоило прийти. Поэтому люди умные что делают? Они в третью трапезу чуть меньше едят, а во вторую чуть меньше, что можно было есть с удовольствием третью, в третью чуть меньше, что в четвёртую, но не обязательно сразу. Есть те, которые делают на телат, как делают? Делают на бокал вина авдалу, и тут же идут, делают на телат ядайн, едят кусочек хлеба. Есть такие. Но мы можем и не так. Мы можем прождать это время пройти. Сказано, что после выхода субботы очень хорошо попить что-то горячее и так далее. А дальше через какое-то время, я не знаю, заняться всеми делами. И всё-таки, если мы хотим вот эту нашу косточку луз подкрепить, то важно даже маленький кусочек, ну, кизайт, хлеба съесть и так далее. Теперь спрашивается вопрос. А те, кто хоронит сейчас, наша реальность? Я видел, что есть во многих странах такое как бы наказание тем, кто повелевает, чтобы их после смерти сожгли. Сказано, что о таких людях вообще не говорят кадыш. И так далее, и так далее. О ком это говорится? О тех людях, которые знают, что написано в наших святых книгах, и которые так сказали, то есть они и после смерти бунтуют. Это одно. А мы, эти несчастные русские евреи, которые ничего не знали, и которые, и вот тем более их родственники ничего не знают, и вот они сжигают. Так это тоже вопрос. Оказывается, что тот же самый процесс очищения, который проходит тело благодаря червякам, во много раз больше и интенсивнее проходит вот это очищение. Мы никому не советуем. Кто-то спросит, это нарушение еврейского закона, если кто-то сжигает. Надо сделать все. Заплатить деньги, я не знаю, продать последние ботинки, чтобы похоронить, как полагается, в земле и так далее. Но если такое произошло, это то, что тоже есть один медраж, который говорит. Сказано так в Талмуде. Что душа испытывает все страдания от каждого укуса червяка, который в могиле. Теперь задали вопрос, сегодня я посмотрел. Это задали вопрос ученику и великому мудрецу, ученику Рамбана, Рабимуша бен Нахмана, Ражбу. Один человек повелел после смерти, чтобы его сыновья похоронили его в родительской могиле, отнесли туда. Были какие-то обстоятельства, его сыновья были вынуждены, не могли в это время делать. Они задают вопрос, могут ли они что-то сделать, чтобы предохранить тело от разложения, от запаха. Я не знаю, сейчас бы, мы бы сказали, хлоркой посыпать и так далее. Я не знаю, чем-то еще. Или это оскорбление? И отвечает Ражбу. Так как вы хотите исполнить то, что повелел ваш отец, то любое действие, которое помогает, чтобы это сделать, это в честь него, и это не страдание для него, а наоборот почет. Имеете право так делать. Но этот вопрос, а как же вот эти самые страдания? Значит, это страдание, по этому объяснению, ученик, объясняющий Ражбу, он говорит, страдание испытывает душа от унижения. Вот что происходит. То есть, вот это черви, которые кусают тело, это страдание для души из-за унижения. Я сейчас объясню, почему. Потому что сказано, что наши прадцы, которые похоронены в Хевроне, и большие еврейские праведники, никакой червь не приблизится, я не знаю, на пушечный выстрел к этой святости, потому что его обожжет от этой святости. Этих тел, то, что сказано впрямую об Адаме, после того, как он умер и был покоронен там Мааратом их пила, две пятки его, самые мертвые части тела, светились, как два солнца. Так вы понимаете, что это такое святость первого человека Адама? Через тысячу лет именно туда приходит Авраам, чтобы купить, и когда он открывает, что там это вход в Ган-Эден, и там похоронены Адам и Хава, он хочет это купить. И сказано, что если бы Эфрон Ахитии, хитиец, знал что-то, кто там похоронен, он бы ни за какие деньги не продал. А когда он продает, он говорит, купи поле. А что там там это Махпила? Что это такое за пещера? Почему эта пещера называется Мааратомахпила? То есть двойная пещера. Объясняет это Гаон Рамы Шапира. Она не двойная, она удвоенная. Почему? Из-за того, из-за тех людей, которые там похоронены, что сказано, и пришел Авраам со всеми днями своей жизни. Оказывается, что то, что человек, как он живет в этом мире, он живет в этом мире и одновременно в будущем мире, это Махпила удвоение. То есть человек рождается, взрослеет, стареет, умирает и так далее. Так что такое? Это поток времени, по которому он несется. И тогда первый день рождения – это уже первый шаг к смерти. Так? Это так и не так. Почему не так? Потому что один раз в жизни мужчина надел кефелин, один раз в жизни, он сказал, Шма-Исраэль, он уже связан с будущим миром. Любая заповедь, которую делает любой еврей в мире, сказано, нет у тебя ни одной из заповедей, с которой не было бы связано тхиятамитим, оживление из мертвых. Так что это такое? Мы попали сюда, как один белый попал в Африку. И что он смотрит? Там они, там какая-то у них ценность барабаны, я не знаю, шкура льва. А вот эти вот всякие стеклышки, которые валяются там, что это такое вообще? Никто на это не смотрит. А он начинает их собирать. Что такое эти стеклышки? Это бриллианты. Сказано, во всем мире этом нету такой валюты, чтобы заплатить за одну митву. Вы понимаете? Тогда человек попал сюда, на поле бриллиантов. И то, что он собирает, что это такое? Это прямая связь с будущим миром. Так вы понимаете, какие мы с вами гешефтмахеры? Сколько мы можем это делать? Вы понимаете? Тогда оказывается, что это не просто поток, который смывает всех живых и все там будут. Мы будем в особенном месте. Сколько ты собрал, то ты и получил. Вы понимаете? И тогда открывается, что то, что человек пришел сюда сделать, он пришел сюда, чтобы открыть свою единственную и особенную тропинку к своему Творцу. человек, который здесь служит Творцу, исполняет его волю. Вы понимаете, что нет другого места, где человек может подниматься. Вы накладились еще раз, еще раз. Вы дали пол шекеля тому, кому это нужно. Творца, цдаку – это каждая. Вы улыбнулись. Прошел человек, вы с ним поздоровались и улыбнулись ему. Вы сделали большую митцу. Я вам рассказывал, как Хатан, жених Хофицкайма, он сказал, что я хочу уже, чтобы в Радине все Аврехим, изучающие Тору, были богатыми. Я хочу отдать свою заслугу за надевание твилин, чтобы через это все были богаты. Хофицкайм сказал ему, ты знаешь, на что это похоже? Ты знаешь нашу лавочку? Вот она, лавочка такая. Ты приходишь в эту лавочку и говоришь, дайте мне кулечек леденцов, и вот вам банкнот 100 тысяч фунтов. Пожалуйста, дайте мне сдачу. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? То есть, всей этой лавочке, всего Радина и всего этого вот не хватит, чтобы сдачу с собой. Вы понимаете? За одну митцву. Так, скар митцвот, плата за заповедь во всем этом мире нету. Тогда это оказывается поле возможностей. Если хочешь быть счастливым, будь им. Это про кого сказано? Про нас с вами. То есть, вы понимаете, какие мы богатые? И это то, что сказано. Ашрей счастлив. Но это, с другой стороны, ошер – это богатство. Ишур, так объясняет Гаон Рамойша Шапира. Ишур – это, сейчас мы сказали, документ. То есть, право на жизнь у тебя через то, что ты исполняешь, то, ради чего тебя сюда послали. Поэтому те, кто и утонули, те, кто сгорели. Слава богу, в мавзолеях наши люди не лежат. Хотя, я знаю одно стихотворение, написал один поэт из Тель-Авива. Известно, Ленин был евреем, но в синагогу не ходил. А он там лежал в мавзолее. Так вот, Ленин не еврей. И это то, что Сталин тоже, как известно, был не еврей. Так вот, мы в мавзолеях не лежим, но, несомненно, вы понимаете, что каждый получает то, что он заслужил. И тот, кто был учителем Сталина, который реализовал то, что его научил его учитель. Знаете, это в одном детском саду спрашивали, когда там было сколько там столетий Ленина или сколько это. Вот, дети, скажите, вот маленький такой с колючками выбегает из норки. Кто это? Ленин. Один мальчик хотел прийти домой и сделать у себя красный уголок. Да, он говорит, ну так это, повесим портрет Ленина и так далее. Так, в общем, нам ни портретов не надо, про мавзолеи это не про нас сказано, червь не проползет. Я не знаю, может, как раз мавзолею уже червям делать нечего. В общем, то, что мы должны знать, пока еще стучится вот это самое внутри, пока открываются утром наши глаза, мы можем быть миллионерами. И все миллионеры, у которых есть много-много-много кипюр, никак не могут сравниться с нашим богатством. А в чем наше богатство? Это сказано Митцвот и Тара. Ну, я не знаю, это к этому. Вот сгоревший, утонувший. А мне вот на днях. Да. Которые аборт сделали еврейки. Так, это еще один вопрос. Это совершенно особенный вопрос. про то, что есть ли еврейская женщина убила своего ребенка внутри. Что с ребенком? Что? Объясняю. То есть, на все вопросы, конечно, отвечает Цвипатлас. Я вам хочу сказать, что тот, кто рождается и прожил один день и умер. Он исполнил свое назначение или нет? Да. Ну, как вы думаете? Да. А? Исполнил. Почему? Это то, что говорили, то, что Мирьям сказала своему отцу Амраму в Египте. Твое постановление хуже, чем постановление фараона. Он сказал только про мальчика, а ты про мальчиков и девочек. Если даже рождается еврей, да, и даже прожил одно мгновение, уже теперь вы спрашиваете, а ребенок в каком-то возрасте зародыш, которого не дали даже родиться. А что с ним? На самом деле, вы понимаете, что ничего здесь не происходит без того, что есть… То есть, прежде всего, это запрет полный истории, и после какого-то… Говорят, что это до 40 дней или после 40 дней. На самом деле, полный запрет истории. Так, теперь. Но даже этот зародыш, если уже была соединена с ним душа, то свое задание на это воплощение он исполнит. Дальше то, какие наказания, что ждет того, кто сделал это. Это отдельный разговор. Вы понимаете меня? Ребенок. Он исполнил свое назначение. Сказано… Последнее, что я скажу. Сказано в Талмуде. «Миша таракба и рэв шаббат юхальба шаббат». Тот, кто приложил усилия накануне субботы, тот, кто приготовил, он будет есть в субботу. И сказано в Талмуде. И неважно, мало он прикладывал усилия или много. Сколько дано каждому. Один ребенок родился и прожил 4 месяца. Он исполнил свое назначение так же, как и тот, кто пришел на 120 лет. Так что… Ну, это темы, конечно, которые выше нашего понимания. Мы говорим только на кончике вилки, чтобы просто ответить на тот вопрос. Если чуть-чуть мы выяснили что-то, то это тоже не для понимания, а только для того, чтобы понять, что мы не понимаем. все. Продолжение следует. Все.